В традиционных кухнях разных стран мира следует одному принципу. В приготовлении блюд идут все части убитого животного, одни подойдут для супа, другое мясо, для рагу и так далее. На Кавказе делают так же. Это мы можем увидеть во многих блюдах, например, посмотрите, как приготовить хаш из требухи и других частей баранины. Этот суп раньше было принято варить на завтрак, так как он очень бодрит, но я бы его лучше подавала на обед. Процесс приготовления не так сложен, но по времени проходит долго. Досмотри шин вида и я предложу записать список ингредиентов. Мясо опалите, чтобы не осталось шерсти, кожу отскоблите, а голову разделите на части, удалив мозги. Обдайте кипятком желудок, почистите его до белого цвета. Голову и копыта залейте большим количеством воды, в кастрюле, положите в нее очищенный лук, доведите воду до кипения, а потом варите до готовности, в другой кастрюле варите язык с водой и луком, не забывайте убирать пену шумовкой. Желудок доведите до кипения вместе с водой, затем эту воду слейте, а желудок промойте, залейте мясо новой водой, теперь варите его в течение 6 часов до готовности. Вкусняшки, подписавшимся. Бульон, в котором варились копыта и голова, будет основой супа, в него добавьте измельченный чеснок и кусочки мяса с языком, приятного аппетита! Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного продукта и их количество. Далее Бараний язык, 1 штука, бараний желудок, 1 штука, баранья голова, 1 штука, бараньи ноги, 3-4 штук, репчатый лук, 2 штуки, чеснок, 2-3 зубчиков, количество порций, 6-8. Спасибо за просмотр, напишите, что вы думаете, или просто лайкните. Заходите снова.